Ночевали почти под открытым небом. Жители дома номер 27 по улице Якутской остались буквально без крыши над головой. Все случилось около 10 часов дня, минувший понедельник. Покой жителей нарушил резкий хлопок на крыше. Что обрушилась крыша, поняли не сразу. В квартире сразу под местом обрушения находился несовершеннолетний ребенок. Он не пострадал, отделался легким испугом. Сосед мальчика Леонид Шлыгин, также проживающий на втором этаже, в момент обрушения кровли дома не находился. Позвонили соседи. В квартиру вроде снег не проникло ничего, но удар был хороший. Мальчишка напугался, конечно, сильно. Ничего не происходит. Они как просто приехали, снег счистили, все, и уехали. Больше ничего не происходит. А как вообще вы сами всем домом, как у вас прошла эта ночь? Прошла как ужасно. Супруга собиралась уехать к матери, потому что страшно действительно. Жители дома говорят, что подобного стоило ожидать. Дом трещит по швам не первый год. Давно находится в аварийном состоянии. Это подтверждает состояние самих квартир и подъездов. У нас жилье вообще. Сами видите, что у нас происходит. У нас балки под низом, грибок, летом мокрицы у нас. Все гнилое. Администрация, на что нам руками разводят и ничего вообще. В городском отделе ЖКХ обрушение кровли связывают с разрушением балок. Его повлекло ненадлежащее содержание крыши ответственной управляющей компанией. Штраф, который, возможно, она получит, может достигнуть 250 тысяч рублей. Предварительно с управляющими компаниями было проведено совещание 8 февраля этого года. Со стороны прокуратуры были выставлены предупреждения об уборке снега. Проводились комиссионные выезды, но управляющая компания ООО ПЖХ, значит, с данного дома снег не был убран. По результатам выезда установлено, что там слой снега более полуметра. В результате того, что дома аварийные, ветхие, конструкции провалились под весом снега. В доме работают все системы жизнеобеспечения – вода, свет и тепло. Но, несмотря на это, некоторые квартиры пустуют. Жители не верят, что в собственном доме находиться безопасно и надеются, что в ближайшее время их переселят, пока никто не пострадал. Это же ужас.